Геральт 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О-о-о, кажется, я уже штаны настал. Мой муж руководитель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уж я и не знаю. Душно. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мой муж Руководитель Мой муж Он убил Я Тебя УБЮ ВООД! Вам не нужен живых! ЖИВЫ! Вот сука! Я! ТЕБЯ! Спасибо. Не надо ли тебе чего, мастер? Ищешь что-то? Какую-нибудь милую безделушку. Хочешь сделать подарок? Один из тех, о ком я тебе говорила. Я хочу его отблагодарить. Можем идти? Иди. Начнем с обрезков. К кому идем? Увидишь. Мы уже почти на месте. Откуда мы идем? Повидаться с ублюдком младшим. Не туда. Его резиденция на храмовом острове. Я тоже так думала, но хотела кое-что проверить. Золтан сказал, будто в городе ходят слухи, что теперь ублюдка проще встретить в этих местах. Зачем тебе это? Я хочу посмотреть ему в глаза. Что тогда? Не знаю. Зависит от того, что я в них увижу. Он хороший, честный, порядочный, вечный. На тебя последняя надежда. Не поступлюсь на горы, если вы слышите. Старый козел! Ты смердишь! А то что? Да пошли нахер отсюда. Один запасной? Он их что теряет? Я не совсем этого ожидала. Ублюдок младший не был набожным человеком. Но пришла такая минута, когда он молил о жизни всех богов на свете. Боди не любили ублюдка. И потому услышали его молитвы. Спустя годы, ублюдок младший жалел только об одном. Он жалел, что в ту минуту не позволил себя просто убить. В тот момент у него на это еще хватило бы смелости. Потом уже нет. Интересно, что случилось? Сейчас узнаем. Узнаешь меня? Ты... Ты сука! Ты маленькая затраханная шлюшка! Нет! Нет! Не прощу тебя, что ты со мной сделала! На твоем месте я бы выбирал выражение. Весь баг! Это все из-за тебя! Что, хуй доволен? Чего у меня не осталось? Никакого, сука, человеческого отношения. Эх, цыгнида! Когда мы сюда шли, я не знала, что буду делать. Но не исключала, что убью его. Все еще хочешь это сделать? Нет. Это хуже. Пойдем отсюда. Это была самая трудная часть путешествия. Осталось только приятное. Куда мы идем? Золотой осетр. Там работает одна девушка, которая мне помогла. Так я и поверила. А девушка, к которой мы идем, кто она такая? Знакомая Лютика. Ее зовут Бея. Она работает официанткой в Золотом Осетре. Это она помогла мне найти Лютика. Я хочу ее поблагодарить. Она тогда сильно рисковала. Почему? У меня на хвосте была храмовая стража. Заодно только общение со мной ее могли высечь. Вечно ты во что-то ввязываешься. Все в тебя. Мы дали тебе шанс. Надо было им воспользоваться. Плевала я на ваши шансы. Еще пожалеешь, корова. Следи за языком, когда говоришь с дамой. Не суйся. Не в свое дело. Теперь уже мое. Тоже ведь сучий выродок. Да. К тому же очень опасный. Это мясник из Белого сада. И что он там сделал? Деревья на мясо порубил? Югин, он зарубил пол деревни, а трупы старосты его жены тащил за лошадью до самого Новиграда. Пойдем отсюда. Послушай приятеля, он дело говорит. Про... простите. Спасибо. В этот раз они и правда были настроены решительно. А я говорила, чтобы ты их не задевала. Что же теперь? Не впускать мне людей только потому, что какой-то громила мне угрожает? Как бы не так. Рада тебя видеть, Беа. И я тебя, Цири. Кто твой галантный спутник? Геральт из Реви. Тот самый Геральт! Мне очень приятно. Я много о тебе слышала. Например, что? Например, то, что ты спасал ее из передряг столько раз, что и не сосчитать. И всегда мог ее развеселить. Это я слышала о Цири. А от других... Беа, я еще здесь. Ну хорошо, хорошо. И что вас привело? Я хотела тебя поблагодарить. За все. Ох, да ладно. Каждый на моем месте поступил бы так же. Не у каждого хватило бы смелости. Спасибо. Это тебе. Маленькая безделушка, чтобы ты обо мне помнила. Ох, какая красота. Спасибо. Так что, вы останетесь? Будет суп и гуляш. Корчмарь утром порося забил. Спасибо. Но нам нужно навестить застение. А-а-а. Хвальдо идете. Ну, не буду задерживать. Там вас тоже хорошо накормят. Будьте здоровы. Присматривай за ней, ведьмак. Присмотрю. Бывай. Это твоя подруга, Беа. Что с ней? Ничего. Она довольно милая. Кераль. Ты невыноси. А что ж такого? Тут такого интересного на застении. Лагерь бродячих циркачей. Нелюди. Когда я сюда приехала, то хотела найти Трис. Жилось мне тут нелегко. Деньги, которые дал мне барон, почти сразу закончились. С Трис мы так и не встретились. Нам помешала храмовая стража. А меня же разыскивали. Трис что, не пробовала с тобой связаться? Она же не знала ни о чем. Она думала, что встречается с очередной алхимичкой, которая собирается бежать из Нейграда. Я не хотела подвергать ее опасности. За мной гнались. Я была без гроша. Тогда я встретила Вальго. Он и его люди мне помогли. Потом познакомили меня с Беа. А благодаря ей я попала к людям. Остальное ты знаешь. Ура! Ну а что,, может, просьба? Ура! Целыми днями в часовне сидит. Да она ж вверх, блють мерзкая, всем лоску подставляй. Ура, ты, мало, peg на тебя не касаешься. Но вы же обостреночите? Пост Выросли, стану мастер-ком. Не жарко в такой куртке-то? Эх, если б мой старик был такой же отважный, как ты, сам бы чудище убил и награду забрал. Может, хоть теперь эти садисты вывеску смеют с охотников за колдуньями на охотников за нелюдьми? Как там в сказке было, это у рыцаря были белые волосы, или он на белом коне ездил? И где этот твой знакомый? Ммм... Там! Вальдо! Айгор! Цири! Ты, дьявол, воплоти! Куда ты пропала? Привет, малышка! Ты что, дедушку привела? Айгор! Ты невыносим! Позвольте представить. Геральт из Ривии. А-а-а! Приветствуем! Мы многое о тебе слышали! И я о вас. Спасибо, что помогли Цири. О, у нас просто не было выбора! Такой девушке нельзя отказать! Как хорошо, что вы здесь. Успели в последнюю минуту. Завтра вы бы нас здесь уже не застали. Уезжаете? Скоро начнут выселять нелюдей. Мы хотим упредить события. Понимаю. Проблема в том, что по дороге у нас пали два коня, а два других слишком слабо, их не запряжешь. Ну ничего, мы как-нибудь справимся. Впрочем, уезжаем мы только завтра. Так что сегодня горевать не стоит. Да! Прошу простить, пойду поговорю с купцом. Может он согласится обменять наших клячь на одного здорового коня? Чтобы Вальда завтра не пришлось горевать. Может мы вам как-нибудь поможем? Не волнуйтесь за нас. Мы всегда находим выход. Правда, Цири? Скажите лучше, что вас привело. Я хотела попросить прощения. Тогда я исчезла так внезапно. Да ладно. Главное, что ты вернулась. И что ты жива и здорова. Это вам. Ровно столько, сколько ты мне тогда одолжил. Еще немножко сверху. Цири, ты же знаешь, что я этого не возьму. А ты знаешь, что я не приму отказа. Хм, знаю. Давай на это сыграем. Ты в седле-то держаться не разучилась? Само собой. Тогда устроим заезд. Геральт, присоединишься? С удовольствием. С удовольствием. Вот это я понимаю. Пойдемте. Геральт, возьми одного из этих. Иду, иду. Давай. Раньше ты была быстрее. Я дала тебе фору. Вперед смотри, а то еще упадешь. Ха-ха-ха. Что-то ты замедлился. Ха-ха-ха. На тебя хочу поглядеть. Ты по-прежнему… Ты по-прежнему быстрый, как ветер, Валь. Давно я не состязался с таким отличным всадником. Достойные противники дали мне крылья. Надо это отметить. У нас есть несколько бочек самого лучшего Каидвенского. Сейчас все соберутся и зажгут костры. Эта ночь будет нашей. Еще вина? Спасибо. Я рада, что мы остались. Я тоже. Любят тебя здесь? Я тоже их люблю. Ах, я бы с таким удовольствием осталась с ними. Пела бы, скакала на перегонки, путешествовала бы из города в город. Ни о чем бы не заботилась. А что тебя заботит? То, что нас ждет. Победить дикую охоту нелегко. Но с нами будут чародейки ложи, овалак. Мы справимся. Боюсь, в моем случае схватка с охотой только начало. Ты все принимаешь слишком близко к сердцу. Чему быть, того не миновать. Ха-ха-ха... Ты обещала! Я пошутила. Иногда так хочется быть такой, как они. То есть? Обыкновенной. Твоя жизнь принадлежит тебе, и ты сама решаешь, кто ты. Герлит, ты хорошо знаешь, что это не так. Все из-за старшей крови. Это и дар, и проклятие. Благодаря ей у меня есть все эти способности, но из-за нее я всю жизнь скрываюсь и убегаю. Поэтому пора с этим заканчивать. Победи Маридина, и ты, наконец, будешь свободна. Неужели? Планы на меня есть не только у Ридина. Когда-то это были чародейки из ложи. Теперь мой отец. Даже Йеннифер. Ты забыла упомянуть Авалакхе? С Авалакхом все иначе. Ему важно, чтобы мой дар не попал в грязные руки, не вырвался из-под контроля. Поэтому он меня учит и защищает. Ну, как скажешь. Ты сомневаешься? Однажды Авалакх попросит тебя об услуге. Даже если это так, у меня есть еще очень-очень много времени. И я уверена, что в любом случае он даст мне выбор. Я смогу отказать. Надеюсь, ты не ошибаешься. Это Пабло. Я тоже когда-нибудь научусь жонглировать. Чрезвычайно полезное умение. Ну, наконец-то я вас нашел. Не скучаете тут? Не скучали, пока кое-кто нам не помешал. Он страшно раздражительный, этот твой друг. В этом вы с ним похожи. Ну, что там вышло с купцом? А, это все гиблое дело. Меняться он не хочет, а за здорового коня такую цену заломил, что у меня голова заболела. Значит, придется раздобыть коней другим способом. Ого, я чую ее неприятности. Я знал, что тебе понравится. Мы хотим пробраться в его конюшню. У него там, наверное, лошадей 30. Парой больше, парой меньше. Какая ему разница? Сходишь со мной? Конечно. Может, получится раздобыть их иначе? Так вышло, что у меня есть кое-какие деньги. Я мог бы вам одолжить. Мы не сможем их отдать. И не надо. Предложение великодушное. Но это не лучший выход. Купцу не деньги наши мешают, а мы сами. Он сказал, что с мерзавцами вроде нас торговать не будет. А раз торговать он не хочет, лошадей придется украсть. Ну, не знаю. Кажется, это не самая лучшая мысль. Геральт, не выдумывай. Купец от этого не обеднеет, а мы, наконец, займемся хоть чем-то, кроме бегства от дикой охоты. Не заставляй себя уговаривать. Вы что, не можете купить этих коней? На какие шиши? Цири отдала вам целый кошель. Этого хватит в лучшем случае на одного. А нам нужно несколько. Геральт, не выдумывай. Купец от этого не обеднеет, а мы, наконец, займемся хоть чем-то, кроме бегства от дикой охоты. Не заставляй себя уговаривать. Ну, что делать? Надо помогать другим в беде. Да-да-да! Должен признаться, мне показалось, что ты не такой. Какой? Решительный. Ну, в путь! Встретимся у конюшни. Айгар, стой на страже. Мы с Цири попробуем зайти. Хорошо. Закрыто. Может, есть другой путь? А денежка какая-нибудь найдется? Нету сил. Ведя. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, Геральт. Это было здорово. Увидимся у Лютика. У меня еще остались кое-какие дела в городе. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Это был его лучший номер. Субтитры сделал DimaTorzok И он это дело распиливал прямо посереди. Субтитры сделал DimaTorzok А как-то раз не вышло. Кто-то надел его маску, взял из зрительного зала женщину, запер ее в ящик, а потом оказалось, что она этому типу рога наставила, а он так отомстил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы его нашли связанным в фургончике. Ему-то ничего не было. Но с той поры в Хагге мы не выступали. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Кое-какие дела? Что такое? Много умного усередника? Высaked. Что такое? Выседайте и споку? Не споку. Набудите меня. Что такое? Мы не споку. Добрый день! Брр, ватгерм. Брр, ватгерм. Брр, ватгерм. Брр, ватгерм. Брр, ватгерм. Вот, найдем лабораторию. Выйдем на пенсию. Не криви морду, Риан. Хватит с меня подземелья и драконов. Брр, ватгерм. Брр, ватгерм. Брр, ватгерм. Бр, ватгерм. Брр, ватгерм. Бр, ватгер. Добрый бы из тебя вышел моряк и жить не хочет до первого блюда. Чародеи, мутанты, богохудники, кобы. Слава королю Родавиду! Вечный огонь, не дай меня в обиду. Опять голова болит. Служба, не дружба. Да ну что ты. Ведьмак, это звучит гордо. Я ветеран. Подайте кружку. Вечный огонь, не дай меня в обиду. Геральт! Что случилось? Еще ничего, но что-то намечается. Филиппа и Маргарита хотят со мной поговорить. Ну так поболтай с ними, и покусают же они тебя. А если попробуют, я им так отвечу. Так в чем же дело? Готова поспорить? У них есть на меня какие-то планы. И они милостиво заблаговолели меня в них посвятить. Бояться нечего. Просто сходи и послушай, что они хотят сказать. А вдруг они попробуют меня заставить что-то делать? Сомневаюсь, что у них получится. Маргарита всегда беспокоилась только о твоем образовании. Не думаю, что она захочет втягивать тебя в политику. С Филиппой труднее. Она азартный игрок, но насильно своих взглядов навязывать не станет. Если ты решительно откажешься от ее предложения, она будет с этим считаться. Спасибо, Герн. Ну иди. Не давай им слишком много времени, а то они еще что-нибудь выдумают. Ты не пошел с ней? Они должны относиться к ней серьезно, а значит я не могу держать ее за руку. Справедливо. Ты прав. Спокойно, она справится. Рита ей вреда не причинит, но Филипп, она может быть беспощадной. Цири находила выход из более сложных ситуаций. Да, нам удалось ее научить кое-чему полезному. Верно. А значит бояться нечего. Само собой. Я только взгляну. Я уж думал, ты никогда этого не сделаешь. Что ты видишь? Филиппа разглагольствует. Цири ходит туда-сюда. Остановилась. Что-то говорит. Филиппа побледнела. Должно быть, она сказала ей пару ласковых. Браво, Цири? Тихо. Она выходит. Ну что? Вы подслушивали? Нет. Я вижу, ничего не изменилось. Ты расскажешь, о чем вы говорили? Я бы не хотела. По крайней мере, не сейчас. Конечно. Мы не настаиваем. Пройдись, подыши свежим воздухом. А потом надо отправляться на скеллиги. Авалак уже ждет в порту. Ясно. Я скоро приду. Я только... Сходи-ка лучше к Авалакху. Кажется, он хотел тебя видеть. Кажется, он хотел тебя видеть. Кажется, он хотел тебя видеть. Отвернул гида драконьих гор лучше не найдешь. Теперь даже церю не по страху. Кажется, он хотел тебя видеть. Кажется, он хотел тебя видеть. Хватит с меня. В городе говорят, какой-то убийца. Впрочем, ты не боишься. Если вы поможете защитить Цири от дикой охоты, император вас амнистирует. Надеюсь, мы можем тебе доверять. Надеюсь, мы можем тебе доверять. Можете. А что с Фрингильей? Не знаю. Но я поговорю с ним. Вы еще как следует не поздоровались, а уже плетете интриги? Такова наша натура. Я не ослышался. Ты уговорила императора простить их? Если они помогут защитить Цири. Что-то не верится, что он пошел на подобную сделку. Не хочешь, не верь. А что там с Фрингильей? Рис говорила, что вы не смогли с ней связаться. Возможно, потому что она сидит скованная двумя Ритом в императорских застенках. По крайней мере, именно на это намекала Рита. А она откуда знает? Ее саму едва выпустила. Перед тем, как ее схватили, она встречалась с Фрингильей. Та сказала, что император ее вызвал, и что после встречи она объяснит, в чем дело. Больше Фрингилью никто не видел. Я думал, такие драматические исчезновения происходят только вблизи Родавида. Не нравится мне это. Мы так не договаривались. Когда все кончится, я вызову императора на честный разговор. Пойдем, все уже нас ждут. Как ты себя чувствуешь? Уже лучше, спасибо. Если бы не ты, все могло бы быть гораздо хуже. Я перед тобой в долгу. Благодари Йеннифер, это был ее план. Я думал, уж кто-кто, но Маргарита Луантиль никогда не попадется охотникам за колдуньями. Не если бы дело было только во мне. Но у меня под опекой были студентки. Мы понимали, что охотники возьмутся за Эритузу раньше или позже. Так что, когда я услышала, что Трис организует переброску магов в ковер, то долго не колебалась. Я взяла группу адепток, и мы приехали в Новиград. Но прежде чем я связалась с Трис, нас схватили и бросили в Дейра. Я не видел там других чародеек. Потому что их сожгли. Живьем. Одну за другой. Самых способных девочек на севере. Меня Родовит оставил на десерт. Если ты здесь, то что же стало с Эритузой? По приезде в Новиград я получила сообщение от Берутой карты. Коротенькую записочку. Реданцы заняли школу, библиотеки сожжены. Горстка учениц бежала с Ниной Вивера, остальные мертвы. Это конец. А Советы Капитул не вмешались? Ты шутишь? Это они попросили Родовида вмешаться. Сразу же после того, как он назначил их на должности. Прощай. Ну, в чем дело? Ну что ты, можешь не благодарить. Я всегда рад спасти твою задницу. К вашим услугам. Ты спасал меня, потому что я тебе нужна. Ты правда когда-то собиралась убить Дикстру? С чего бы вдруг? Ты забыл, что мы были любовниками. Мне почему-то кажется, что для тебя это достаточный повод для убийства. Собственно, я все думал, почему вы расстались? Понимаешь, Геральт, некоторые люди отделяют политику от личной жизни, а некоторые не отделяют. И к каким принадлежал Дикстра? К тем, что скучнее. Прощай. Прощай. Продолжение следует...